Здравствуйте! В эфире программа «Будьте здоровы!» Меня зовут Павел Науменко и мы начинаем. В Губкинском продолжается прививочная кампания от коронавируса. Во взрослой поликлинике прививку можно сделать только по предварительной записи через порталы yamalmed.ru или госуслуги по телефону колл-центра 8 800 350 22 28 через терминалы, расположенные в холле поликлиники. Также привиться можно по адресу улица Железнодорожная 8А, филиале номер 1. Там вакцинация проводится без предварительной записи в порядке живой очереди. Перед вакцинацией для исключения противопоказаний пациент ожидает осмотр врача. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Для получения сертификата о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом необходимо авторизоваться на электронном портале госуслуги до начала вакцинации. Напомним, в детской поликлинике формируются листы ожидания для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Запись по телефону регистратуры 3 45 63 или по номеру колл-центра, который вы видите на экране. На Ямале начала работу благотворительная служба «Верное направление». Это горячая линия для родителей и тяжелобольных детей, которые не могут получить или оплатить необходимое лечение для ребенка. Обратиться на горячую линию можно в случае, если возникли сложности с оплатой или получением лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребенку обследований, а также с проездом до места лечения и проживанием в момент его прохождения. Телефон бесплатной горячей линии 8 800 303 3030. Время работы по будням с 8 до 20.00. Сайт проекта вы видите на экране. Как разговаривать с ребенком о запрещенных веществах? Вопрос, который интересует многих родителей. Все мы знаем примеры благополучных семей, дети в которых неожиданно для всех оказываются зависимыми. Просто в один день к вашему ребенку может подойти человек и предложить ему запрещенное вещество и пообещать новые ощущения. Как застраховать ребенка от этого и объяснить опасность, которую несут наркотики, расскажет врач-психиатр-нарколог Губкинской городской больницы. Нужно разбирать на конкретных примерах все. Ну, как это должно выглядеть. Ну, допустим, мама или папа вычитал в новостях, что поймали какого-то ребенка или какого-то закладчика и так далее и тому подобное. Можно побеседовать с ребенком на эту тему, рассказать, какие перспективы у этого человека, что ребенок будет составить, скорее всего, на учете, что дальше с ним будут работать правоохранительные органы, комиссии по делам несовершеннолетних, там, полиция по делам несовершеннолетних. Вот. Ну, и разбирать на конкретных примерах. То есть перспективы этого человека можно разобрать, то есть к чему он придет в конечном итоге. То есть если вот он закончится этим заниматься, то у него все хорошо будет. И если он не закончится этим заниматься, то все будет плохо, как вы понимаете. Вот. Давить на ребенка ни в коем случае не нужно. То есть профилактика должна быть не навязчивой, а в форме беседы. Но и разговоров бывает недостаточно. В кругу друзей дети и подростки могут поддаться искушению и попробовать наркотические препараты. Из желания быть принятым в компанию. Или испытать новые ощущения. Выяснить, что ребенок употребляет наркотические средства, как говорят медики, несложно. У ребенка должно, получается, в первую очередь, измениться поведение. Поведение. То есть будет скрытен, будет утаивать там переписки и так далее и тому подобное. Сейчас же все в телефоне. Вот. Далее, далее. Будет съезд по успеваемости. Это в 100% случаев. Будут проблемы с поведением. Ну, как-то так. С физиологической точки зрения, то есть, что у нас будет. У нас изменится первонаперво цвет кожных покровов. Они начнут бледнеть. Ну, начнутся проблемы со здоровьем. Какого плана? То есть, сейчас, как правило, наркотические вещества, наркотические вещества курительного става, то есть, как правило, их курят. И, соответственно, будет страдать легочная система. То есть, у ребенка будет хронический кашель. Ну, кашель-куличка, так называемый. Вот. Резко поменяется поведение. То есть, у него будут перепады настроения. От того, что мы вроде как сосмеялись без повода, до того, что вот мы психуем или мы плачем. Если поведение ребенка кажется странным и внушает подозрения, не ждите. Когда ситуация станет критической, сразу обратитесь за помощью к специалисту. Здоровье – бесценное достояние каждого человека. Но только вовремя принятые профилактические меры позволяют не только его укрепить, но и вылечить выявленные заболевания с наибольшим успехом. А теперь немного историй. Принципы и методы ежегодного медосмотра разработали и внедрили в советское время. С его помощью победили трахому и сифилис. Уменьшили заболеваемость туберкулезом. Увидев пользу, стали регулярно наблюдать детей, беременных, рабочих и крестьян. Медосмотр планировали сделать всеобщий, но не успели. Сменилась власть. Однако новые законы современной России не отменили диспансеризацию. Напротив, требования стали более жесткими. О пользе и проблемах диспансеризации мы поговорили с заведующей отделением профилактики и медосмотров Ириной Кравчук. Ирина Витальевна, расскажите, пожалуйста, вот с какой целью нужно проходить диспансеризацию? С целью, чтобы профилактировать развитие заболеваний. Мы проходим обследование, сдаем кровь, общаемся с доктором, заполняем анкетиры, меряем давление, пульсоксиметрии, меряем кислород. И пациент может потом получить для себя какие-то рекомендации в дальнейшем, что быть как, может быть, профилактировать какие-то заболевания. Делается 35 лет плюс, например, делается электрокардиограмма. Смотрится, нет ли там каких-то изменений, например. По анализам можно посмотреть предрасположенность к сатир, к сахарному диабету, свой холестериновый обмен посмотреть. Много узнать о себе, как бы здоровье, и получить рекомендации, что с этим дальше делать и как себя чувствовать здоровым. Ирина Витальевна, а вот если я себя чувствую хорошо, зачем мне проходить диспансеризацию вообще, если вот у меня нет никаких проблем со здоровьем? И можно ли от нее отказаться? Отказаться мы всегда можем от чего-то, но в рекомендациях есть такое, что 18 лет и старше мы все-таки проходим диспансеризацию, либо профилактический осмотр. Если вот разобрать, что такое диспансеризация, какие года проходят, проходят года от 18 до 39 лет, которые кратные трем, например, 18, 21, 24, 27 лет, и 40 лет и старше. Те года, которые не попадают в диспансеризацию, те, как бы, идут профилактический осмотр. Но там по объему идут те же самые, что и в рамках диспансеризации. Еще у нас есть углубленная диспансеризация. Это та диспансеризация для пациентов, которые переболели новой коронавирусной инфекцией. Считается, что пациент через 60 дней после выздоровления может обратиться и пройти. Там очень хорошие перечни обследований, там биохимия. 8 показателей, по которым можно посмотреть. Работу печени, почек, аутоиммунных заболеваний, сахар, холестерин, холестериновый обмен. Общий анализ крови развернутый. Обязательно там проводится спирография. Мерится сатурация кислорода. Мерится артериальное давление. Для тех пациентов, кто переболел в более средней степени либо тяжелой, с пневмонией перенесенной, мерится кровь на додимер. Это показатель склонности к тромбозам посмотреть. Также пациенты могут быть направлены на второй этап. Вот именно при углубленной диспансеризации. Там идет, если высокий додимер, там показатели, то здесь засудов нижних конечностей мы смотрим. В зависимости от обследований, также можно отправить пациента на компьютерную томографию органов грудной клетки, ОЗИ сердца. А вот такой момент. Если вообще зачастую получается так, что мы обращаемся к ручу только в крайнем случае, когда вот что-то прям явно случилось с нашим здоровьем. А так, когда все хорошо, мы не приходим, не проверяемся. Скажите, что бы вы могли сказать по этому поводу, что бы посоветовать тем людям, которые раз, так скажем, в 5 лет ходят к врачу? Я думаю, что проходить надо обязательно, потому что вот сейчас очень много вот в этом году, смотря на то, что были ограничительные меры, мы почти полтора месяца не работали по диспансеризации, но при этом уже около 10 человек в этом году только выявлены впервые, выявлены сахарный диабетом. Причем люди пришли как бы с настроем, что все хорошо, а у нас высокие сахара, мы дообследуем пациентов, и как бы считается, что с сахарный диабетом серьезное заболевание. И частично мы профилактируем даже осложнение сахарного диабета, потому что регулярный прием лекарственных препаратов, как бы профилактирует того, чтобы не было осложнений, там инфаркты, инсульты, часто бывает при сахарном диабете, проблемы с атеросклерозом, там сосудов нижних конечностей. Поэтому надо обязательно приходить и как бы о себе что-то знать, потому что это бесплатно. Можно просто прийти, вот, например, к нам в отделении профилактики и анализы сдать. У нас, когда люди приходят и обращаются, они с утра, мы даже сейчас время сделали, что кровь берется более длительно. Кровь сейчас у нас забор идет с 8 утра до 10.45, довольно достаточно. И люди приходят, и в этот же день все проходит. Они сразу делают и электрокардиограмму, и анализы. Акушерочка посмотрела, если там девочки. И уже после беды, после четырех, ты знаешь все результаты. Все быстро, четко, в один день, все можно пройти. Ирина Витальевна, а нужно ли готовиться вот к самой диспансеризации? Нужно ли как-то, я не знаю, там, правильно подойти к тому, чтобы проверить свое здоровье? Если все-таки ты планируешь прийти с утра и пройти все сразу вместе, то, конечно, лучше прийти с утра и натощак, чтобы ты сдал анализы, все обследования прошел, и к вечеру пришел, приучил уже все заключение. Если ты просто решил зайти, узнать, что это такое, как, что можно подойти, и подготовиться уже в следующий день подойти, ну, сдать анализы. Ирина Витальевна, а вот такой вот момент. Скажите, пожалуйста, а какими врачами, специалистами и какие исследования предусматривает диспансеризация? Вот, и почему все начинается с сдачи анализов? Что у нас как начинается? Восьмышленный пациент приходит к нам в отделение, первый этаж, первый кабинет. Медседра с пациентом заполняет согласие, анкетирование, дается направление на анализы. Дается обычно, если согласно возрастам электрокардиограмма, у женщин у нас там обязательно акушерочка, осмотр, и там согласно возрасту. У нас идет, если в определенные годы, согласно возрастам, у женщин идет еще маммография, и еще у мужчин и женщин также вместе уже в определенные годы идет кал на скрытую кровь. Маммография мы профилактируем, как бы смотрим, на злокачественное образование молочной железы. Кал на скрытую кровь – это на онкологию кишечника. Мы смотрим. Также определенные года по возрасту у нас идет ПСА. Это как бы такой показатель, что можно сказать, онкология у мужчин, как бы, ну, простаты, злокачественное образование. Раз в пять лет она дается. Также мы можем давать, в рамках первого этапа, мы даем на ФГДС. Там считается на 45 лет, что вот человек к такому возрасту подступил, что могут быть там изменения. Поэтому ФГДС, ну, там, в этом году, например, это 77-й год проходит. По результатам у нас обычно пациента, мы как бы все рассказываем, его консультирует врач во медицинской профилактике. Если есть какие-то жалобы, и по результатам обследования, либо мы с пациентами общаемся, мы можем направить к врачу-хирургу, к врачу-урологу, к врачу-неврологу. Поэтому также можно сделать фиброгастроскопию, либо на втором этапе можно ФГДС сделать. Можно также ректороманоскопию сделать. Я считаю, как бы довольно обширное обследование. И если человек заинтересован, у него есть какие-то жалобы, проблемы, он с этим пришел к нам, то это можно довольно быстро и проще у нас пройти это. Что мы согласуем, направим, на какую дату, что и как. Так, ну и такой момент. Куда обращаться, куда идти, так скажем, проходить диспансеризацию и выходные вообще? Можно ли прийти к вам и пройти обследование? У нас отделение работает с 8 утра до 6 вечера. В среду у нас дополнительно вечернее время, с 6 до 7 вечера у нас идет вечерняя диспансеризация. Это проходит каждую среду. Как бы пациент может в это время у нас работать и акушерка, и электрокардиограмма, и забор крови. Главное, что пациент хотя бы в течение 5-6 часов не кушал. Например, можно часов в 12 покушать такой легкий обед, чтобы много не наедаться. И к 6 вечера к нам подойти и сдать, потому что зачастую пациенты же днем они работают и не могут с утра, может, подойти. Также мы работаем в субботу с 8 до полчетвертого. Можно всегда подойти, кабинет всегда открыт. Хотелось бы пациенту пожелать здоровья, здорового образа жизни, чтобы занимались побольше, может быть, для себя, и движения, и лечебная физкультура была. Можно ходить гулять, отдыхать, плавать. Ну и приходите к нам в отделение профосмотра. И в продолжение темы у диспансеризации. Лишь только с начала 2022 года 900 губкинцев уже прошли плановый медосмотр в городской больнице. В результате на первом месте болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. На втором – болезни системы кровообращения. И тройку финалистов замыкают болезни желудочно-кишечного тракта. Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, соблюдайте правила здорового образа жизни. Занимайтесь спортом или систематически делайте упражнения. Ежедневно гуляйте, ведь физическая нагрузка укрепляет иммунитет. Ложитесь спать и просыпайтесь раньше. Как говорят специалисты, полноценный сон – важное условие вашего здоровья. Также не забывайте о здоровом питании. Как основе нормально функционирующего организма. Напомним, для прохождения медосмотра вы можете обратиться напрямую в кабинет номер 1, а также записаться на прием по телефону регистратуры 34566 или через портал, который вы сейчас видите на экране. Как я говорил ранее, здоровье – самое главное богатство. Современная медицина ищет пути увеличения продолжительности жизни и исцеления от всех болезней. Что же может нам помочь на этом пути? Вот несколько интересных фактов об этом. Чтобы улучшить скорость реакции, надо употреблять в пищу побольше шпината и яиц. А все благодаря тирозину, содержащемуся в этих продуктах. Удивительно, но факт. Горячий чай имеет свойство охлаждать организм в жаркую погоду, а мороженое, наоборот, нагревать. Это объясняется следующим. Если вы пьете горячий напиток, процесс потоотделения происходит более интенсивно, а значит улучшается естественный механизм охлаждения организма. Кстати, процесс испарения пота с поверхности кожи оберегает человека от теплового удара. Красное мясо усиливает запах пота. Мясо дольше переваривается в желудке и кишечнике, поэтому в процессе активно задействованы пищеварительные энзимы и реагенты. Зеленый чай обостряет память. Специалисты доказали, что употребление зеленого чая стимулирует связь лобных и теменных долей мозга. Именно это обостряет способность запоминать сенсорную информацию и языки. Оптимизм дарит долголетие. Психологи изучили 70 тысяч человек в течение 30 лет. Участники отвечали на вопросы, а специалисты измеряли, условно, уровень оптимизма, состояние, здоровье и образ жизни участников. Выяснилось, что у самых оптимистичных мужчин и женщин примерно на 50-70% больше шансов дожить до 85 лет. На этом наш выпуск подошел к завершению. Желаю вам крепкого здоровья, а главное – хорошего настроения. До встречи на телеканале «Вектор». Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин